Я сегодня как раз, ну последнее мое такое яркое впечатление, решила с него начать программу. На одном из сайтов больших опубликовали список ресторанов, которые посещал Розенблат. И я вдруг вспомнила этот давний политический слоган Януковича «Почую кожного». Но вот в последнее время это приобрело какие-то такие дикие масштабы. Я заметила, что все мои друзья или какие-то деловые партнеры, все сразу вынимают какие-то батарейки, когда приходят, еще что-то. Ну то есть просто паранойя. А есть вообще хоть какая-то там уверенность, что когда мы заходим в какой-то ресторан, нас там не слушают, не снимают, еще что-то не делают? Я думаю, нет. Более того, мне кажется, по ощущениям, у меня так судьба распорядилась, что я возле гостиницы живу, все время встречаюсь в лобби с людьми, которые приезжают на встречу. И там постоянно находятся товарищи, у которых машинка стоит специальная с такой вот штучкой с куполом. То есть очень интересно на самом деле сейчас время. То есть этот слоган воплощен в жизнь? Да, потому что власть, мне кажется, очень сильно неуверена в себе и очень хочет знать, что делают люди. Ну, конечно, это смешно, когда там обычные люди думают, что их прослушивают, но все журналисты, я уверен, что да. Пойдем тогда поговорим об этом подробнее в студию. Журналіст, блогер, креативный продюсер Департаменту журналістских расследований каналу «Один плюс один», редактор та ведущий программи «Гроши» на цьому ж каналі. Журналістську карьеру розпочинав працюючи в газеті «Економические известия», спочатку журналістом, потім спеціальним кореспондентом. Працював також головним редактором газети «Київвіклі». Має три освіти. Закінчив технікум, інститут харчових технологій за спеціальністю бухгалтери «Аудит» та Київський політехнічний інститут. Має диплом інженера-електрика. Закоплюється автоспортом. Олександр Дубінський, гіст програми «Хард Звлащенко». Вітаю всіх в ефірі «Хард Звлащенко» і гіст нашої сьогоднішньої програми, відомий журналіст Олександр Дубінський. Здравствуйте, Саша. Начну з событий последней неділи, тому що неділя така була насыщенна. Многі события произвели впечатлення. Але хакерська атака, яка була нескільки днів назад, ну, буває таку, казалось би, ну, чого ж тут такого? Але відбувало впечатлення, що все повалились в господарственні сайту, банковські сайту, всі сайту Кабміна і так далі. Я спеціально залізла і посмотріла, а що ж там вообще в цьому році, який бюджет получила спеціальна служба. Государственна служба спеціальність «Св'язь і защіта інформація» называется. Почти 2 мільярда гривень. А хоть що-то вони вміють робити, насправді? Тому що я розуміюю, що вірус не також круто. Саме інтересно, даже умеюють вони робити, не вміють, треба з профессіалами общаться цей тему. А вот інтересно другое. Як казалось, якого российського вторження і танків не треба. Тому що відбувається в Борисполі, що ніхто не змогу літати. І то, що відбувалося з банками, які, в принципі, роботають і обеспечують большу частину расчетів. Якщо взяти всю систему расчетів, то вчера где-то процентов 60 расчетів, 50 не работали. Так нічого не треба. Смешно вірус, вірус, причем вимогатель, то есть это обычный троян, останавливает все государство, всю машину, все платежи, все вылеты, и все государственные органы, все системы. Ничего не работает. Радиостанція, якщо ви заметили вчера, а некоторые радиостанції тоже не работали. Ну, потому что некоторые каналы, радиостанції, телеканалы тоже были, насколько я знаю, их повалили буквально там за 6 секунд. За несколь минут, да. То есть о чем говорит? Это о том, что ты можешь отключить радиоэфир, все транзакции, все перелеты, весь обмен данными в первую очередь. И никаких диверсантов российских, никакого вторжения не надо. Ничего не надо. То есть это говорит о том, что система вообще к этому не готова. Что самое еще интересное? У нас же замглава администрації президента, господин Шимків, он же представитель Майкрософт, он же там работал, занимался продажами в Украине. На протяжении, если мне память не изменяет, 12-13 года, с его подачи налоговая милиция тогда кошмарила предпринимателей за нелицензионный Windows. То есть человек, который отвечает в принципе за информационные технологии и безопасность. Это такой вот хороший повод, наверное, для отставки, потому что абсолютно нулевое состояние эти технологии. Вообще, почему начало с этого? Потому что вся минувшая неделя, она такая была наполнена событиями, которые ставят один и тот же вопрос. Я сейчас скажу, какой. Смотрите, хакерская атака, убийство полковника Гур, убийство иностранца сегодня ночью, или там вчера, я даже не знаю, потому что не написали, когда именно он был убит, нашли в квартире на Голосеевской. Депутаты, арест депутатов Бурштейновой мафии, арест и выпуск под залог Гужевой, да, там и обвинение его, там тоже он рука Москвы. Крупномасштабная попытка рейдерской атаки фермеров, о которой сейчас все обсуждают, вы, наверное, читали. Но все это создает какое-то такое впечатление кошмара, когда, ты хочешь сейчас спросить, а вообще у нас существует какой-то внешняя безопасность, внутренняя безопасность, потому что убийство полковника, который должен был работать совершенно в другой ситуации, при нем же были документы его, а он разведчик, он должен был вообще там работать по легенде, с другими документами, учитывая его должность. Есть ли она вообще, эта безопасность, и что с этим происходит, вот с вашей точки зрения? Какое впечатление, что вот на самом деле созданы некие частные армии, вот они вот, как помните, создавались в 2014 году, как добробаты. Вот оно все трансформировалось в частную армию по защите определенных товарищей в этой стране. Система правоохранительных органов полностью разрушена, мы ничего не знаем, что там происходит, люди, агентуры нет, информаторов нет, ничего не понятно. Ни одно преступление, которое относительно резонансное, не раскрыто. Эти полковники ГУР, которые общаются по открытой связи, живут, извините, он жил в элитном комплексе на Соломинке. В своей квартире, а не на какой-то там частной, консервативной, как они говорят. Человек, который отвечал за всю разведку и сбор данных для ГАГи, ну вот как-то вот он не вписывается в этот имидж. У меня вообще складывается впечатление, что у нас вся эта система правоохранительная перестроена только на то, чтобы защищать конкретных людей, конкретные их интересы, да, и быть неким инструментом борьбы между ними. Вот такой внутренний грызни суды, борьба, а эти вот товарищи в БПП повели себя неправильно по отношению к янтарю, не тем занесли, значит, тогда их под суд, а тех, кто занес, тех не под суд, а этих, кого убили, так и плевать на них. Ну вот смотрите, Александр, вы говорите, что маленькие армии, которые там защищают определенных людей и так далее. Но я бы не сказала, что это маленькие армии, я бы сказала, что это УПГ, потому что вот чем они занимаются? Вот это последняя история. В Кировоградской области, например, там есть некий фермер, сейчас мы не будем называть фамилии, не в этом дело, сама просто схема интересна. Кто-то вмешивается руками в реестр, переписывает, так сказать, его, что не он владеет уже землей и хозяйством, а кто-то другой. Приходят люди, которые хотят у него это отобрать, и вдруг начинают сопротивляться селяне там какие-то. Мне, кстати, о том, что есть уже такие объединения фермерские, которые защищают свои земли и владения, мне уже говорят об этом год. Разные люди почему. Там аграрники, еще кто-то и так далее. И тогда приходят люди Юрия Березы, там какие-то добробатовцы, и начинается просто дикая, ну какая-то там 20 человек арестованных, кто-то там 30 человек в больнице и так далее. Все же приезжают в полицию, которая очень активно в этом всем участвует. Ну, слушайте, такое впечатление, что это, знаете, как начало 90-х и битва там различных ОПГ, а не взаимодействие государства и еще кого-то. Начиная с того, что никто не может теперь, ну, точно быть уверен, что он владеет своей квартирой или своей землей или еще чем-то, потому что у нас электронные реестры. Заканчивая тем, кому поддерживают какие-то добробаты, и полиция, главное, представители государства. Ну вот что это? Это феодализм. Такой чистый феодализм. Причем самое интересное, мы вот о каких-то значимых историях знаем, вот как фермерские разборки, да, а вот мы же на самом деле представляем себе, что вот сейчас любое голосование, любого горсовета, сельсовета, вот так оно и происходит. Вот эти вот активисты, так называемые, товарищи в камуфляже, с ружьями, приезжают под любой орган власти, местный, сельский, государственный, и под этим давлением принимаются любые сейчас решения. Фактически власти как таковой нет. Есть некие товарищи, которых назвали представителями народа, а управление всем этим осуществляет, вот эта полувоенная мафия. То есть вот этот вот российский заброс про хунту, который 2014 года, помните, был, он так начинает реализовываться и так вот очерчивается очень четко, то есть вот что мы видим сейчас. Чем это может закончиться? Какие вот вы видите риски в этом? Это может закончиться неконтролируемым разделением как страны, так и таковой, и вот эти вот переходы власти от чиновника, от человека, который хоть какими-то полномочиями наделен, вот к подобного рода структурам. Это 90-е годы чисто мафиозное управление. А вот эти вот все разговоры, возможно, военная диктатура, возможно, военная диктатура, возможно, военный переворот, а это только вот разговоры, это там для красного словца, или в этом, ну, как бы есть и реальность какая-то? Для военной диктатуры нужен некий сильный лидер, человек, который вокруг себя может сплотить, это как мафиозная структура, мафиозный клан, значит, должен быть сильный лидер, который может уничтожить конкурентов и сплотить вокруг себя остальных деньгами, либо стартами. Ну, не обязательно мафиозным, мы же помним пример генерала Пиночета, который, собственно, это была военная диктатура в частности. Окей, это будет военная диктатура. А вы назовите мне, пожалуйста, такого лидера. В Украине? Нет, такого лидера в Украине, но пока я не вижу. Хотя называют определенные фамилии, да, но я не думаю, что это прям лидер в том смысле. Вот в том-то и дело. Это люди, которые способны балансировать на грани своих интересов и влиять на что-то до момента какого-то. То есть тут военной диктатуры не будет. Хаос, да, беспредел, да. То есть захваты об администрации, попытки установления там собственного контроля, да. То есть сейчас повторение ЛДНР вот такое, вот так вот, просто легко. И никто ничего не будет делать. Как можно с этим, как вы считаете, как можно попытаться это остановить или с этим бороться? Потому что, ну скажем честно, есть же очень много здравомыслящих людей в стране, которые понимают, что происходит, которые не хотят этого и которые, ну, патриоты своей страны, скажем так. Они еще не выехали. Ну часть уже выехала, часть уже здесь. Ну подождите, ну вот вы хотите, чтобы было ЛНР или ДНР здесь? Ну вот я не хочу. И я не хочу. И я знаю много людей других, которые не хотят, и мы еще не выехали, и мы здесь, понимаете? Мы можем делать с вами то, что мы можем делать, да, то есть каждый силен в своем некоем поле, да. Вот мы в информационном, мы об этом как минимум не боимся говорить. Это уже, на самом деле, большая редкость. Если вот взять общий срез в СМИ, то кто вообще об этом говорит? О том, что это беспредел, о том, что правоохранительная система не существует, о том, что система перешла в управление непонятных людей, да, то есть облеченных только силой и оружием, да. И на самом деле это государство является, вот власть на сейчас, такая некая фейк. Он фейк. Потому что это любой толчок и абсолютная неспособность отреагировать ни на какой вызов. Как убийство генерала ГРУ, как убийство журналистов, которые они расследованы, как и вот подобные разборки в Тернополе, где происходят эти аграрные штучки, так как и янтарная мафия. То есть вот янтарная мафия, кстати, отличный кейс. Абсолютная неспособность что-либо сделать. Я не могу, почему бы я не задавал этот вопрос. Я задавала этот вопрос господину Авакову, я задавала этот вопрос Герасченко, я задавала этот вопрос Луценко и людям правоохранительных органов других. Я говорила, а как так может быть, что в стране есть какое-то количество этих копанок огромных, да, там в Ровенской области, в Житомирской и так далее. Вы говорите, что они окружены полицией, находятся под контролем, и вы не можете взять их под контроль, потому что министр экологии, там, допустим, Семрак, говорит, что 95, не 9, не 20, не 30, а 95% добываемого бурштана уходит влево. Он это говорит официально, что государство, значит, вообще не владеет ситуацией. Это вообще про что? Они говорят, ну да, там местные выходят, они вот протестуют. Ну то есть просто откровенно такой троллинг журналиста, да. Вот люди делают вид, что они как бы, ну никак не могут это, ничего тут поделать. Вот что это, для чего это? Вот слово под контролем, оно очень правильное, да, это как проституция под контролем, наркомафия под контролем, оружейный бизнес под контролем, под контролем каким, денежным. То есть там же вот если заехать, да, и вот мы снимали об этом сюжет, это приезжают журналисты, начинают общаться с местами, говорят, смотрите, мы платим всем, СБУ, полиция, прокуратура, начиная и кончая. Вот все приходят, пожалуйста, работайте, только вот эту сумму вот тому человеку в такое-то время будьте любезны. И вся страна так работает. То есть сейчас происходит что? Вот если был первичный распил страны на куски и ресурсы, и вывод этих денег куда-то, то сейчас после революции происходит второй распил. Только уже вот такой ground floor, когда ты уже уничтожаешь все, что можно. Лес, янтарь, все, что можно вывезти и украсть, вот это уже воруется вот такое вот по мелочам. То есть то, что когда мы смотрим новости о том, что в ЛДНР перерезали заводы на металлолом, просто уничтожили, так тут то же самое. На самом деле, фактически в моем понимании, я не говорю об идеологии и человеческих жертвах и военных операциях, я говорю о ментальности. Вот что там, что здесь это по сути дело одно и то же. Только эти бегают с юридическими лентами, а мы делаем вид, что мы патриот. Но воруем точно так же. Хорошо. Есть ли вообще какая-то возможность с вашей точки зрения это остановить? Или это катится уже под гору и остановить это невозможно там до какого-то предела? И кто теоретически мог бы это остановить, если мы говорим там о механизме остановки, о личностях, которые способны этот механизм действия привести, и о гражданах, какой они позицию должны занять? Только люди. И это причем никакой не переворот, это никакой не Майдан, это никакой не митинги и демонстрации. А что это, Саша, может быть, с точки зрения? Только выборы. Вот на сейчас, для того, чтобы вот эту ситуацию... То есть второй раз вот подобного рода переворот, который случился в 2014 году, мы просто не переживем. Причем не переживем как государственное образование. Ну да, потому что это приводит к деструктивной какие-то механизмы действия. Я думаю, знаете, уже другая ситуация совсем. Это уже не государственный вопрос, это вопрос нашей личной безопасности. Потому что когда следующее, придет толпа что-то менять под этими разными ложками... Она будет грабить все подряд. Да, то это будет чистый лимпинизм. Бей богатых, грабь награбельная. То есть тут живых людей нормальных не останется вообще. Хорошо, я буду задавать детские вопросы в этом смысле. Потом перейдем к банковской системе, в которой вы понимаете гораздо лучше, чем я. Смотрите, вот если вам сегодня задаст очень много людей, которые просто не знают, которые в жизни мне говорят, хорошо, а за кого голосовать? Как поступать в этих случаях? Я не говорю за кого там, назовите фамилии. Я говорю, как вообще отсеивать тех, кто не нужен? Вот что люди должны... Обычно люди, которые сейчас живут в деревнях, в райцентрах, еще что-то, если вы говорите, что это единственный механизм. Что они должны для себя анализировать и думать? Кого они должны выбирать? За кого голосовать? Тут вот как раз очень такой тонкий момент. Если даже сейчас нет самого вопроса, толкнемся от более такой дальней дистанции пробежимая. Но вот с одной стороны что-то происходит. Появились декларации. Появилось как минимум какое-то понимание, с кем мы вообще имеем дело. Там появилось это НАБУ. Потому что, извините, негодяи же тоже ошантажеры. Они говорят, да что у нас будете перебирать? Никто лучше не придет, придет только хуже. Вот это, знаете, эта история вся. Наличие политической конкуренции. Столлуж, конечно. Вот ключевое, это наличие политической конкуренции. 14-й год, почему мы имеем тот результат, который имеем? Потому что ее не было. Был некие случайные ребята, кто на бульдозере, кто на Майдане, которые попали во власть. И никакого выбора же, по большому счету, из времени мыслить не было. Нас же, как нас, к чему это привело? Но быстренько голосуйте, потому что в стране война. Наступают, российские танки завтра будут здесь. Сейчас другая ситуация. Мы уже к танкам привыкли. И рассказывать нам о том, что завтра они будут здесь. Может, и будут. Но мне показалось, что мы с этого начали, что проще подключить все эти системы. И государство это само станет на колени через неделю. Без банков, без самолетов и так далее. Важные выборы этого 2019 года, которые будут, именно в том, чтобы мы пришли к ним без каких-либо таких катаклизмов. И была вот эта политическая конкуренция. Возможность, способность думать. Тогда уже каждый человек. Но мы заслуживаем то, что имеем. Поэтому выбор того, кто будет заниматься. Моим городом, моим районом. Это уже что-то. Есть возможность мыслить. Слава богу, мы не Россия. У нас хотя бы есть какая-то свобода у нас. То есть личная ответственность. Это я уже говорю не для вас, а для тех, кто нас сейчас слушает. И просто взять на себя труд погрузиться в ситуацию. Потому что многие как привыкли. Прикинь, посмотреть, там, 10 портретов висит. И выбрать из них, которые самые ему не противны. А на самом деле до того нужно прочитать об этих людях. Посмотреть их декларации. И понять, чем они занимались в жизни. Что я тут недавно допрашивала депутата. Оказалось, что он до 30 лет вообще ничем не занимался. И нигде не работал. И только помогал там в братстве, там, кем-то был у Корчинского. А он стал депутатом, этот человек. И, слушайте, таких людей полно. И судимых. Да, да. И идиотов. Так вот возьмите на себя труд, друзья мои. Посмотрите, кто судим, кто идиот и кто чем занимался. И еще, видите, важный момент. Вот все-таки финансирование политических партий из бюджета. То, о чем мы давно говорим. И контроль над тем, откуда туда приходят деньги. И сколько их оттуда выходит. На рекламу, на продвижение, на поездки, на штабы. Тоже важный элемент. Потому что пока, сейчас в этой стране можно все решить с помощью рубля. С помощью доллара, с помощью, я рубля имею в виду, несказательно. То есть, да я вам любой проект практически выиграю. Дайте мне просто ресурс. Да, я куплю телек, куплю штабы. Ну, понятно. Куплю пенсионеров. И, собственно, свои 5% получу. Надо быть дураком, чтобы их не получать. Поэтому, Александр, очень важны люди, которые будут говорить действительно то, что происходит на самом деле. Некупленное, я имею в виду журналистов. И так как большинство населения не может анализировать все электронные декларации, как вы говорите, все партийные деньги, что выходит, что заходит. Наверное, и задача для тех журналистов, которые еще хотят перемен, это все показывает людям, просто самим составлять анализ. Слава богу, это хотя бы есть, это не Россия. Да, хорошо. Банковская система. Начну с конспирологии. Знаете, очень многие говорят о том, что в 2016 году Трамп еще пообещал, что призвал к комплексному аудиту Федерального резерва. Сейчас по всему миру собирается американский доллар, который был напечатан в безумных количествах. Сейчас все это будет, будут некие грандиозные изменения в мире. Ну, и все это будет накладываться на ту конкретную ситуацию, которая есть у нас в Украине. Вот если, я вас попрошу, сделать такую небольшую лекцию трехминутную о том, что происходит вообще в принципе с этой валютой в мире и как это будет накладываться на нашу ситуацию. Да я не думаю, что там все это с ней происходит. Сейчас ключевая задача Трампа, вот если отбросить его там, вот эти вот бизнесовые заявления, отказ от поддержки, была некая выстроенная система демократической партии по поддержке нужных режимов, нужных идей и нужных направлений экономических и социальных. Да, и Украина была в их числе. Да, и она входила в некоем фарватере этих... Отсюда появилось огромное количество грантоедов, которые... Опять же, они будут... Я уверен, что это просто, знаете, это как мои грантоеды и ваши грантоеды. Вот сейчас я пришел, я это не мои грантоеды. Они получали деньги от других людей и как бы они мне не нужны, поэтому я как бы эту историю бы хотел закончить. Ну, я хочу своих людей, которые мои идеи будут на протяжении пяти лет продвигать. Ну, и как бы все, что мы видели, вот этот шестиминутный визит в Вашингтон, это же все последствия, помните, вот этого... Вы имеете в виду последний визит Порошенко. Да, это все последствия вот этого вот работы на кандидата в демократической партии от Клинтона. Это история Манафорта, да, все вот эти вот выбросы, вбросы, черная партия, черная касса партии регионов и так далее. То есть сейчас мы просто вот как Украина пожинаем последствия неправильно выбранной политического курса и, скажем так, слишком демонстративной поддержки одного из кандидатов, забыть которую, ну, наверное, невозможно. В мире произойдет просто изменение потоков. То есть они перейдут от одних грантоедов, то есть в Америке появится меньше интересов в Украине, не появится. Будет больше или меньше договоренностей с Россией, как будет поворачиваться мир. Сирия, нет. То есть все будет то же самое, как мне кажется, только вопрос, что другие люди будут этим заниматься. Для того, чтобы начать другие проекты, может быть, они будут идеологически другими, может быть, они действительно захотят с Россией иметь больше контактов, а с Украиной меньше, начать выстраивать другой вектор. Не вопрос. Вопрос в том, что будут заниматься просто другие люди. Поэтому сейчас все свернут и заново развернут. Кто придет, наверное, тот и будет в 2019 году претендовать на самые высокие посты сейчас. Хорошо. Ситуация с гривной, с долларом в Украине. Потому что там Ющенко называл какую-то сумасшедшую цифру, я сейчас уже не помню, не буду ничего сочинять, фантазировать, сколько бумаги лишней было напечатано, сколько гривен было напечатано. У вас есть какие-то представления о том, сколько это, какие-то объемы, и что нас ждет, скажем, к осени? Да, тут очень тонкий момент. Потому что то, что они печатали безналично, это же деньги в безналичной форме, в облигациях они учтены. То есть такая скрытая миссия. Вот приватбанк взять, напечатали они 116 миллиардов облигаций, но вопрос, сколько из этих миллиардов они перевели в реальные деньги. А сейчас вот там очень простые подсчеты. 4 миллиарда всего реально вылилось в обращение через приватбанк. Потому что они там 30 с копейками монетизировали, из этих 30 около 26 вернули в Нацбанк, потому что это были долги приватбанка перед НБУ. То есть Минфин дал, приват отдал в Нацбанк. А 4 миллиарда ушло как вклады населения. Ну реально живые люди эти деньги вынули. Там большая сумма напечатана почему? Потому что очень много денег погибло в этих банках, которые позакрывались. 100 банков погибло, большие суммы были возвращены людям в качестве возврата вкладов через фонд гарантирования вкладов. Отсюда эмиссия, они же откуда-то должны были деньги взяться. Но это же в принципе и были их деньги. Просто на бумаге теперь у нас этих сумм стало 2. Ты понес свою гривну в банк, банк умер, твоя же гривна там учтена. Пока банк не ликвидирован, эти обязательства не аннулированы. И из фонда тебе эту гривну вернули, правильно? То есть фактически напечатано, ну то есть в системе это 2 гривны. Поэтому эта эмиссия, она такая на самом деле, слегка несоответствующая действительности с точки зрения физики этих процессов. А вот что нас ждет, это такой настолько тонкий момент, он зависит исключительно от того, что будет происходить в экономике. Экономика сокращается. То есть вот эти вот жалкие росты, которые нам пытаются представить, как достижение правительства Гройсмана, мы же понимаем на самом деле, что это когда происходит огромный обвал после 2014 года, то даже вот с этого дна небольшой отскок, можно уже представлять просто откуда ты начинаешь мерить. Отсюда или вот отсюда. Мы меряем сейчас с самого дна. Да, у нас там какой-то 1% рост мы наблюдаем. Но это даже в течение ближайших, дай бог, 4-5 лет, мы только вернемся на уровень 13 года. У нас есть еще какие-то там долги. Ну скажем, есть знаменитый договор, который подписала госпожа Иорейска. И там, по-моему, через 1,5 года, ну как бы, если при условии роста, мы должны будем что-то отдавать. У нас есть такие достаточно, как принято там на улице говорить, стрёмные долги. Но это постановление лондонского суда по 3 миллиардам российским, да, и они настаивают на том, что мы должны все-таки. И действительно, как бы, какое-то значение будет иметь для нас здесь. Или это постановление отдельно, о нашей жизни отдельно и так далее. Ну и вот эти 1,5 миллиарда Януковича, которые как бы вернули, а как бы, ну вот где они, они же в облигациях в основном и так далее. Вот это все, оно будет на общий процесс оказывать какое-то влияние или нет? Знаете, как я это вижу в себе ситуацию? Для того, чтобы возвращать долги, когда у тебя экономика, ну ты не работаешь, но должен. Ты должен либо брать еще другие долги, либо обливлять себя банкротом. Сейчас Украина, она как-то там работает, понятное дело, да, но вот заработок очень маленький. А какова угроза дефолта? Ну я думаю, что очень высокая. Потому что, ну опять же, она высокая до того момента, пока не будет, пока не прекратится финансирование МВФ. Любое прекращение взаимоотношений с Международным валютным фондом означает автоматическое банкротство этого государства. Но оно, наверное, не прекратится, потому что как только прекратится соединительство с МВФ, да, страна банкрот — это то, что нужно России. И это основание для перемен здесь политических, дальнейшего расслоения, может быть, дальше дальнейшего развала. Вы считаете, что Европа и Америка этого не допустят? Я думаю о том, что если смотреть на нашу страну как некий геополитический проект, и максимальную заинтересованность тех игроков в конфронтации с Россией, если она будет сохраняться, то нам будут давать деньги. То есть там дальше, если это упростить, связь простая. До тех пор, пока Штаты и Европа будут заинтересованы в конфликте между Украиной и Россией, нам будут продолжать давать деньги и сохраняться этот политический строй. То есть людей, которые, партия войны условная, которые находятся в конфронтации с Россией. Как только интерес к конфронтации с Россией пропадет, нам будут давать деньги только под условия изменения политического вектора и взаимоотношения с Российской Федерацией. Вот такая, к сожалению, картина. Пока нам их будут давать. И что самое интересное... То есть по факту вы считаете, что мы не самостоятельны сегодня в проведении международной политики? Абсолютно не самостоятельны. Ни в экономической, ни в международной, ни в финансовой, ни в какой политике Украина сейчас не является самостоятельным игроком. У нас внешнее управление, знаете. То есть есть некие люди, которых мы знаем и которые нам что-то говорят, но по сути дела все их месседжи и все их основные действия продиктованы не ими, и это не наш национальный интерес. Ну тогда такие размеры коррупции получаются, но как-то не парадоксально звучит, это тоже интерес наших внешних партнеров. Чем удобнее держать человека на крючке, чем ты глубже этот крючок в одно место засовываешь, тем, в принципе, удобнее манипулировать. Правильно? Как марионечки. Ваша любимая тема, Натсбанк, ну вот, может быть, внешнее управление, может быть, внутреннее управление, может быть, самостоятельность или не самостоятельность, а может быть, просто бизнес. Да, госпожа Гонтарева нам продемонстрировала этого, когда с 2014 года мы видим просто обвал там украинско-банковской системы, и мы видим колоссальные ресурсы, которые выведены просто из страны. И что будет дальше? Ну, она пока в отпуске, у нас есть исполняющая обязанность. Она сегодня возвращается. Вы говорите, а что дальше ждет? Какова судьба Натсбанка? Ну, вот, она в Вашингтоне представила своего преемника. Это должность господина Лавренчук, он глава управления Райфайзенбанка овально сегодня, но его до сих пор не проголосовали, и вот сейчас остается неделя до осенних каникул. То есть, если сейчас его не проголосуют, вот пока будет рада работать в начале июля, то он попадет в пакетное соглашение на осень только, если вообще попадет. Но, в моем понимании, нас Петр Алексеевич очень любит вакансии. Ну, сколько послов у него назначено, знаете? Ну, огромное количество. Десятых. Двадцать человек. То есть, Петр Алексеевич – человек, любящий вакансии. И вакансия подвешенной глава Натсбанка. А на чем основная такая любовь к вакансиям? Ну, легче управлять. Ну, вот, просто человек, который вроде как посадили… Это же карьерный рост, да? Какой банкир, солдат не мечтает стать генералом? Какой банкир не мечтает быть главой Натсбанка? Тут, бац, и стал главой Натсбанка. Абсолютно точно так же, как эти товарищи попали случайно в область, ну, вот так слышалось. Будешь делать все, что хочешь. И понимаешь, что в любой момент человек скажет, ну, я же не то, что ты там плохо работаешь, есть закон, я внес представление, проголосовали, будет другой парень. Поэтому эта управляемость и послами управлять точно так же удобно. Временно назначены, исполняющие обязанности. Это все, скажем так, ручное управление. У нас же это все вот такой ручной футбол. То есть, скорее всего, либо сегодня, либо осенью будет Лавренчук возглавлять Натсбанк? Смотрите, в моем понимании, да, он может его возглавить, если этого захочет Петр Алексеевич. Но сейчас на основании такого желания я его не вижу. Ему легче иметь исполняющие обязанности, нежели назначенную главу Натсбанка. Еще один глава, еще одного банка, который тоже, ну, я, например, когда узнала, что Шлопак подал в отставку, это глава Приватбанка, да, сегодня, я так немножко вздрогнула, потому что я поняла, ну, что просто так не подают в отставку. Что происходит сегодня в Приватбанке? Смотрите, вопрос национализации. Как она происходила? И какие основания были для этой национализации? Да, вот мы сейчас видели аудит первый. То есть, государственный банк подал свои, отчет по доходам и прибылям по итогам 2016 года. Госпожа Гонатарева, когда проводилась национализация, утверждала, что в этом отчете о доходах и прибылях будут убытки на 155 миллиардов гривен, которые связаны с тем, что якобы банк выдал деньги своим акционерам. Инсайдерское кредитование, так называемое. В этом отчете около меньше 10 миллиардов. Банк показал, то есть 22 числа был назначен Шлопак, отчет мы увидели, то есть это, вот читайте, по итогам года. То есть у них инсайдерское кредитование гораздо меньше оказалось? Смотрите, показали они, ну я просто говорю о сроках, в конце декабря заходит Шлопак, сейчас, дай бог, конец июня. То есть за 6 месяцев они не смогли посмотреть, что происходит в балансе банка, причем куча иностранных консультантов. Но времени было достаточно, правда. Более того, более чем достаточно. В итоге мы имеем отчет, скрепленный печатями аудитора и самого банка, и с подписью Шлопака о том, что инсайдерских кредитов всего 10 миллиардов. О чем это говорит? Я сейчас не вникаю в отчетность, порядок отчетности, вообще доказаны ли эти цифры, не доказаны ли эти цифры. Я говорю о том, что юридические основания для национализации тогда никчемны. Потому что для того, чтобы сказать, что этот кредит я выдал сам себе, вы должны это доказать. Вот, кстати, об основаниях для национализации. Знаете, вас часто упрекают в том, ну, там, вашего оппонента, что, дескать, вот вы торопитесь выдать какую-то инсайдерскую информацию, а она не всегда подтверждается, это бывают фейки, и как пример показывают, там, какое-то количество ваших поступков, когда вы говорили, писали, что никогда не будет приватизации этого банка, потому что вот основания для неприватизации такие, 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 а все оказалось потом не так. Вот, на самом деле, вот ваше, как вы считаете, да, просто людям объясните, почему случилась приватизация банка? Почему я писал об этом, давайте с этого начнем. Потому что вот сейчас отчет, который мы увидели, да, показывает, что юридических оснований забирать банк показателей нет. Вот, если вы следили за судебными исками по отношению к привату, то вот Суркес выиграл 1,4 миллиарда гривен возврата средств своих. Он же их выиграл на основании решения суда, которое признало национализацию незаконной, да. То есть по законодательству провести национализацию ты не можешь. Ну и как бы, когда мы это обсуждали с коллегами, с теми же приватовцами, да, там, оснований, базисов для того, чтобы эту национализацию проводить не было, задержки платежей не было, да, там, показатели в норме, капитал достаточно, ты можешь провести ее только искусственно. Вот она и была произведена. То есть банк забрали. Забрали почему? Потому что это война двух олигархов, один у которого хочет выбить... Вы считаете, политические основания для этого были? Потому что, ну, как бы, когда я хочу с человеком заняться войной, я у него должен выбить сначала финансовый вопрос. А все эти разговоры о том, что Игорь Валерьевич вывел там, ну, условно говоря, допустим, да, там, 4 миллиарда, два оставил в Гонтаре, два вывел, и это был договорняк, ну, как бы, насколько они могут... Я занимаюсь о том, что это был договорняк вообще как таковой. Ну, просто потому что... Я же не знаю, как там, что на самом деле там происходило, да, я просто сужу по внешним факторам. Ну, теоретически такое могло быть. Да, я думаю, что если бы это было выведено, да, ну, вот, сказать, это значимая сумма, то эта сумма была бы сейчас в отчете. Ну, это надо быть в крайней степени медицинским идиотом для того, чтобы за полгода не дать государству, назначенным государством менеджментом, показать основания для этой национализации, да. И перед этим же отчетом они получили решение суда о том, что национализация незаконна, потому что нарушены такие самые... Там, базовые вещи нарушены были, да. Я вам открою еще маленькую тайну, я вот буквально днями опубликую переписку Гонтаревой с ее заместителем. Вы знаете, когда Рыжкова задерживали, у нее же забрали телефон. Рыжкова ваша любимая героиня, я знаю. Ну, это связано, скажем так, с моим личным к ней отношением. Но вот ее, когда обыскивали по банку Михайловски, по истории, у нее забрали телефон. На этой неделе, кстати, опять были какие-то там возле администрации президента демонстрации. Потому что там кинули кучу людей, да. Мы можем в эту тему углубиться, я и глубоко занимался. То есть там чистый обман, связанный как раз с Рыжковой, которая этот обман курировала и занималась тем, чтобы этот банк продать от одного собственника, забрать и продать другого. Еще немножко какая-то спирология. Ход слухи, что Игорь Валерьевич, ну, если будет такая возможность, не против бы опять назад забрать Приватбанк себе, как это, ну, это возможно? Смотрите, я же не юрист, и не Игорь Валерьевич. Я его видел, там, как и все, да, там, несколько раз. Не, ну, сохранился ли его интерес, как вы думаете, у него интерес к этому, вот, к этой компании? Я просто думаю по-другому. Вот с точки зрения судов, да, суды о реституции по праву собственности, но будут длиться, я думаю, от трех до пяти лет. Ну, вы бы возвращали себе свой какой-то бизнес через пять лет, не понимая, что с ним происходит? Я думаю, нет. Говорят, что там было много еще таких сомнительных залогов, да, то, что называется. Ну, например, там, приведу один пример. Шлопак предлагал, как мне сказали, там, Филатову стадион Днепропетровский просто за гримну забрать. Филатов не забрал, как мэр города, потому что он требует огромных средств на содержание. Ну, и таких активов очень много, которых нет смысла, так сказать, забирать. Вот, а по вашим оценкам, много таких активов Коломойский оставил, как залоги? Знаете, тут вопрос же вообще не как Николомойского, да, как таковой. А вопрос, а в этой стране что-то, что-то, что-то вообще что-то стоит? Ну, если у нас ни один стадион ничего не стоит, да. Они стоили, а теперь не стоят. По причине ряда событий происходящих. Это же вопрос Николомойского в данной ситуации. Стадион, Арсенал кто-то стоит? Согласна. Не стоит. То есть это же совсем другая история. У нас мало еще времени осталось. Я хочу вам еще задать интересующий меня вопрос. Вот вы имеете непосредственно отношение к одним из самых ярких журналистов-расследователей в стране. Вот вообще, в принципе, ситуация сегодня с расследовательской журналистикой, она интересна, потому что, знаете, как говорят, что эта система существует так, что никаких ресурсов для расследований как таковых, ни в одном, условно говоря, бюро, у нас есть группа расследователей, да, нет. Поэтому речь всегда идет о документах, которые кто-то кому-то сливает. Иногда просто приходит и дарит, говорит, вот их хотите, пожалуйста, займитесь. Ну, потому что так политически сейчас интересно этим людям. Либо говорят, вот вам документы и сверху там пачка денег займитесь, когда еще интереснее, либо еще как-то. Но процессы как такового в классическом смысле, который там есть в британской расследовательской журналистике или в американской и так далее, его нет. Насколько это наивное или имеющее, так сказать, почву под собой представление о том, как сегодня дышит этот организм, который называется расследовательская журналистика в Украине? Любые документы получить в нашей стране можно только у кого-то. Если мы говорим о документальных расследованиях, которые как вообще строится эта работа? По-простому. Происходит некое событие, и оно кажется интересным, и мы начинаем с ним разбираться. Если это, например, оффшоры или компания, зарегистрированные в западных или восточных юрисдикциях, где открыт реестр, я могу получить данные. Вот эти документы я могу получить лично. А вот если речь идет о каких-то внутренних украинских документах, вы их видите опубликованными, да, это чаще всего слив. Но так как мы с этого начали, политическая и бизнесовая конкуренция настолько высока, что вот в России есть некая вертикаль, да, и там вертикаль с вертикалью не воюет, да, и ты не получишь документы только из открытых источников. Вот все расследования Навального, они построены на открытых источниках, данных, тендеров и раскрытие информации о том, кто владеет той или иной компанией. Вот когда, видимо, точно так же работает это у нас. Вот когда ты получаешь более инсайдерские документы, это, конечно, слив. Каким он был, мы не знаем, это нужно с каждым конкретным случаем разбираться. Но вот если абстрагироваться от вопроса, есть эта коррупция в этой журналистике как таковой, нет этой коррупции, да, потому что она есть во всем обществе, да, и глупо думать, что в журналистике он не будет, да. Но вопрос в том, что это приводит к конечной цели, это приводит к вскрытию каких-то фактов в чьих-либо интересах или не в чьих-либо интересах, приводит. Это приводит к тому, что мы становимся свидетелями сломающихся схем, чьих-то, приводит. Это приводит к тому, что наше понимание того, с кем мы имеем дело и кто стоит за той или иной схемой расширяется, увеличивается, приводит. То есть, как бы то ни было, интерес это чей-то, слив ли это чей-то или это простимулированное расследование. Само их наличие и война всех против всех в этой стране имеется в виду, это не просто хорошо, это прекрасно. Потому что если бы этого не было, мы бы вообще ничего не знали, да. Но это тот же процесс, это тот же двигатель, это тот же вот... Еще одна, так сказать, особенность, да, возможно, это индука этой журналистики, но мы сейчас говорим о расследовательской. Вот о имитации, да, деятельности. Смотрите, я сейчас не хочу говорить конкретно там пример, но я, например, знаю недавно произошедший пример, когда там был грант на определенный проект и нужно было все равно освоить эти деньги. И тогда там создалось, так сказать, большой проект, где имитировалось просто то, что произошло расследование, что это было так и не так и так далее. Какой процент примерно расследований происходит? Потому что у вас Рогожкина любимая тема, у меня гранты. А вот на эти грантовые деньги, вот именно этих имитационных, фейковых расследований, когда много шума, но в принципе на выходе ничего. Ну, потому что зрителю среднему не так просто это понять, знаете, что там вообще за этим ничего не стоит. Знаете, для меня сложный вопрос, почему? Потому что гранты это же не мои деньги, да, это деньги того, кто их дал. Я понимаю, да. Ну, так это проблема того, кто их дает. Это да. Ну, вот какой по вашим оценкам? Вы ведь знаете, что происходит на рынке журналистов, да? Какой вот этих процент таких шумных, но имитационных расследований? Они, на самом деле, все до конца не доведены. Любое расследование довести до конца, чтобы полностью разобраться, это знаете, как уголовные дела, там 60, 200, 300 томов. Мы имеем только начало картины. Журналистика, в моем понимании, расследовательская. Да, любая, наверное. Это знаете, как это, когда ты выходишь на кухню в старом доме, включаешь свет, и тараканы разбегаются. Да, или с фонариком по подвалу лазишь и видишь какую-то там отдельную крысу. Одну или двух, или трех, или текущие трубы. Там или там, ты все не видишь, но ты можешь дать понимание с помощью своего луча, что где происходит, да? И там страшность этой вообще журналистики как и таковой, почему там у нас убивают журналисты в стране. Потому что ты же не знаешь, куда этот луч повернется. Пусть это будет независимая рука или зависимая рука. Не важно. Важно то, что она высвечивает эти темные пятна, да? Что значит шумные расследования? Это некие скандалы. Вот вы верите в непричастность условно высших должностных лиц Укроборонпрома к офшорным схемам и выведению оборонного бюджета? Нет, не верю. Не верю. То есть, если даже расследование будет не доведено о условном Гладковском до конца, но покажет часть его схемы... Кстати, вот, кстати, да, это интересный вопрос, но они же даже в суд не подают. Смотрите, об Укроборонпроме, это особенно интересный вопрос, я тут задержусь, потому что на самом деле через Укроборонпром и вообще через ВПК, да, сегодня ходят очень большие деньги, ну, потому что война, потому что есть постановление Верховной Рады и так далее. Вы опубликовали расследование по офшорной империи вот этого Семерчука Гладковского, я напомню зрителям, что тот человек, который разговаривал Богдан, по-моему, да, у Порошенко? Он владелец Богдана. Владелец Богдана, да. И вы утверждаете, что в России было инвестировано около миллиона долларов через империю господина Гладковского, Семерчука, через счерточку. Вот какого рода это инвестиции? Это вывод денег из украинского бизнеса в свой российский бизнес. То есть, грубо говоря, он заработал и здесь. Какой российский бизнес у них есть там? Автосборочные предприятия, аграрные предприятия. Там достаточно большое количество бизнеса, которые есть. Это бизнес, который принадлежит Семерчуку и Порошенко? Который куплен Семерчуком, да, у его партнеров. Сейчас он юридически принадлежит Семерчуку. Этот бизнес. Это крымский бизнес. Это бизнес России. Крыму тоже есть бизнес? Да, это тоже есть бизнес. Мы это расследование будет со статистических частей. Мы опубликовали первую. Сейчас будет вторая и будет третья. Слушайте, но это фантастика. Ведь Гладковский Семерчук является еще и замглавы РНБО, насколько я понимаю. Первым замглавой РНБО. И, между прочим, в РНБО неизвестной комиссии по обороне. Которые сейчас пришли к власти после 2014 года. Саша, а почему не называть эти фамилии? Скажите мне. Я называю фамилии, когда у меня есть на руках доказательства и бумаги. Я их публикую. Вот по Семерчуку я вам говорю, да, вот то, что мы слышали с вами, да, обо всех этих фамилиях, я могу только повторить с чужих слов. А вот в данной ситуации, я говорю, Семерчук Гладковский имеет бизнес в Крыму и в России, инвестирует туда деньги через свою обширную компанию. У меня есть документы и доказательства. У нас блиц. Общаетесь ли вы или общались ли когда-либо с Коломойским гречен? Общался, когда у нас были встречи революционного коллектива. Это большие. Какое на вас производит впечатление? С человеком, которым я поговорил две минуты, он ироничен и, мне кажется, очень целеустремлен. Он вам лично интересен? У меня любой бизнесмен подобного рода интересен, любой олигарх. Ваша любимая книга или фильм о бизнесе? Приключения о бизнесе. О бизнесе именно. Драйзер, трилогия «Финансисты стойки». Мне кажется, что она уже такая олдскульная история. Она достаточно олдскульная. Уже через нее, по-моему, невозможно продраться даже. Нет, вы знаете, она очень интересна с точки зрения того, какие вызовы стоят перед человеком. Испытания деньгами и властью. Какова функция журналистов на все время на этапе в Украине? Вскрывать и показывать проблемы. Появится ли в Украине в ближайшее время медиарынок? Нет. А почему? Просто потому, что для существования медиарынка как такового нужны инвестиции в этот рынок. Нет рекламы, нет денег, нет рынка. И специалисты, кстати. Сколько будет стоить доллар в сентябре? Я рассчитываю, что к концу года он будет стоить больше 30 гривен. Боже мой. Какие расследования последнего года вы считаете самыми интересными, самыми крутыми и самыми соответствующими, так сказать, слову расследования? Мне кажется, что с точки зрения криминальной журналистики это вопрос убийства Шереметта, то, что сделали ребята с «Радио Свобода». И расследования, касающиеся офшорных империй, окружения президента Порошенко, это ключевое расследование, которое еще не закончилось. Какой будет в ближайшие годы, или может быть в ближайший год, даже судьба большого бизнеса? У меня есть такое ощущение, что формируется новое поколение олигархов. Что скажете вы? Смотрите, новое поколение олигархов формировалось при Януковиче. Их назвали «младые реформанты». Ну, вот эти вот люди типа Асвенарчука, Каноненко и так далее. Они все будут находиться там, где и новые олигархи времен Януковича. В Испании, в России, либо где-либо еще. В инвестиции в Россию говорят о том, что они все будут сидеть там же, где сидит сегодня Курченко и Сатаревич. При каких условиях вы могли бы покинуть Украину? Да я не собираюсь уже. А жалеете ли вы, что вы выбрали профессию журналиста в это время и в этом месте? Абсолютно. На какие профессиональные компромиссы вы не пойдете, ни при каких условиях? Профессиональные компромиссы, я не совсем понимаю, что такое профессиональные компромиссы. Ну, не знаю, там взять деньги или сказать неправду. Мне настолько большое внимание приковано вот в ряде кругов, да, чтобы если бы брал деньги, все бы об этом знали. Какой в месячный бюджет вашей семьи? Ну, около 4 тысяч долларов. Какой собеседник интересен для вас всегда? Любой человек, который добился чего-то и отметит отношение к власти. Как часто вы допускаете ложь в продукте, которые производите? Я имею в виду не только ваши программы, ваш фейсбук, ваш сайт. Сознательно не допускаем никогда. Ошибки бывают, приходится их признавать. За кем из нынешних политиков, только я хочу имена, или чиновников вам интересно наблюдать? Все окружение господина Порошенко, президента, все окружение силовых министерств и силовых ведомств, и все окружение финансовых регуляторов. Где вы проведете свой отпуск? Планирую в Португалии. Там дешево и классно. Какие самые большие экономические ошибки, с вашей точки зрения, сделал Порошенко? Вот если вынести всю эту морально-этическую сторону, как бы составляющую, просто экономические ошибки? Я думаю, что экономическая ошибка ключевая. Их было две. Первое – назначение Гонтаревой и уничтожение банковской системы, которая последовала. И второе – это расходование, выдача и рефинансирование, удержание курса. 12.95, помните, был такой курс, на него 3,5 миллиарда долларов из резервов потратили, а потом после этого курс уехал на 40. И последний вопрос. Отсюда, как обычно, в нашем деле очень часто важен результат. Да вообще всегда важен результат. А ты сделаешь или ты это не сделаешь? Как, наверное, и в любом вообще, в мире вообще в любом деле, не только в нашем, я подумала. И некоторые принимают любые средства для того, чтобы получить, некоторые не принимают. Что для вас важнее – средства или результат? Засобы или результат? Мне кажется, результат, он приносит большое удовольствие. И иногда можно позволить себе вот здесь вот погулять, да? И разлиться. И разлиться. Окей, спасибо за интервью. Что ж, друзья мои, сегодня был Хартс Влаченко. Из нас был известный украинский журналист Александр Дубинский. Я прощаюсь с вами и говорю, что говорю обычно. Бережите себя, бережите тех, кого любите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok